Закон по ту сторону забора. К нам в редакцию обратились возмущенные жители дома 58-24. Забор, ограждающий их двор, сносят. Как они утверждают, без предупреждения и права выбора. Ограждение местные жители купили и установили самостоятельно. Оно благополучно простояло здесь несколько лет. Однако исчезло за пару часов. Заглянуть за чужой забор и разобраться, кто прав, отправилась моя коллега Виктория Евсеева. Забор исчезает у жителей 58-24 на глазах за считанные минуты. Простоять ему удалось три года, а появилось ограждение, по их словам, с разрешения мэрии и после общего собрания жильцов. У нас до этого здесь был бардак. Пьянки, гулянки, шашлыки, мангалы, ругань, битые машины. Администрация, соответственно, делает все, чтобы это было продолжалось. Все, вот один прекрасный день пришли, сломали. То есть даже не дали время просто демонтировать самим. Мы бы сами могли, если бы сказали, вот уберите. Даже вот я вообще не в курсе первый раз слышу. А говорят, что было предупреждение. Лично нас никто это не предупреждал. Тем временем проблема зрела довольно долго. По словам местных жителей, они уже два года судятся за возвращение изначального варианта придомовой территории. Когда строился этот дом, и мы принимали, у нас была придомовая территория как раз по периметру этого забора. Но в конце, в итоге, оказалось, что у нас придомовая территория очень маленькая. Потом выяснилось, что только в исполкоме где-то это подписали. Мы все эти года все это выясняем, почему это, где эти документы никто не знает. Так, из-за урезания придомовой территории забор по закону впал в немилость. И 300 тысяч рублей, потраченные на его установку, отправились к дорожникам до востребования. Но даже после демонтажа забрать забор, купленный на собственные деньги, местным жителям не удастся. Согласно правилам, сотрудники ПАДа, которые демонтируют конструкцию, забирают ее к себе на хранение на полгода. И только после документов, которые предоставят собственники, они смогут вернуть забор обратно. При этом, в лучшем случае, вернуться железному ограждению получится только в руки хозяев, а не на прежнее место. Обратили внимание на проблемный забор жителей соседнего дома. Выяснилось, что именно на их жалобы в народном контроле обратил внимание и с полком. Люди потребовали снести ограждение, ведь на общую парковку им приходилось заезжать по газону и через бордюры. Было установлено, что данная земля является муниципальной, соответственно, произошел самозахват. В 2018 году были составлены извещения о предписании. В январе 2019 года было подготовлено постановление о демонтаже данного забора. Вот сегодня проводится демонтаж данного забора. Но жители 58-24 мириться с исчезновением забора не намерены. По их словам, на общедомовом собрании было решено обратиться в Генпрокуратуру и продолжить судиться за придомовую территорию. Виктория Хисеева, Ильнар Мустафин, Челны, 24.